Ну, если кто-то когда-то занимался этим вопросом, то, наверное, помнит, что наша душа трёхсоставна. Душа, ну, переведу на язык обычный, если хотите, растительная сторона есть, то есть общая с растениями, животная сторона, и есть, наконец, то, о чём сейчас только что говорилось, есть эта высшая сторона – дух, дух, сама душа оказывается трёхсоставна. Вот это, так сказать, первое и очень важное. А психия, как я уже вам и говорил, что это ещё в древней греческой философии обозначалась общая с животным, с высшими животными, так сказать, ну, составная часть, составная часть человека. Вот так. Ну, если коротко, конечно, говорить. А как убедить человека в том, что душа... Ну, во-первых, надо договориться с человеком о том, что есть ли эта третья составляющая – дух. Он называется на языке древней... в древнем языке – это словесность, потому что только человек имеет этот понятийный аппарат, этот аппарат ума, вот этот аппарат интеллекта, который не свойственен, не свойственен даже животным. Это называется словесность – очень интересный термин, употребляемый в нашем старом русском языке. Вот как о бессмертии души, ну, мне кажется, что фактов, свидетельствующих о том, что душа, во-первых, есть как нечто отдельное, как такая составная и важнейшая часть человека, об этом имеется очень много фактического материала. Именно фактического материала. Причём материала совершенно бесспорного. Я уже не говорю, уже сейчас появилась... появилась... вот в связи с перестройкой, в связи с отказом от единственного научного мировоззрения под названием атеизм, появилась, оказывается, возможность говорить и о религии. И появилось много литературы, причём литературы, которые приводят фактический материал. Ну, началось это, по-моему, с книги «Жизнь после жизни». И потом ещё целый ряд литератур появился, где описывают состояние человека, который, ну, что называется, умирал и передаёт свои состояния. Но здесь можно сказать, ну, это, может быть, состояние, так, внутри человека. Ну, вот я вам приведу пример, который, так сказать, ну, факт. Рядом со мной сосед был. Он сейчас уже скончался, но я попросил написать, и он записал мне даже. Очень простой человек. Учитель преподавал в первом классе, ну, в начальной школе. Очень простой. И он рассказал, как, что с ним было. Это было где-то в 20-х годах прошлого столетия. Он заболел очень тяжело, положили его в больницу. И вот однажды температура у него, так, 40 и за 40. И вдруг однажды, говорит, я себя, вдруг я почувствовал, что я облегчение почувствовал, я вижу, как я лежу. И в то же время это меня особо не заинтересовало. Вижу, другие лежат. Потом вижу дверь. Я вышел туда, причём легко. Потом вспомнил, а что делают мои друзья? А было 1 мая. Я тут же оказался около них. А они тут сидят, выпивают и ведут крамольные разговоры. Потом я вспомнил, а где же моя подруга? Тоже моментально оказался. Там она сидит с кем-то, такой разговаривает. А потом вспомнил, так я же в больнице. Я тут же оказался опять в палате. И смотрю, интересно, около моей постели стоит врач и две сестры милосердия. И вдруг врач, слышу, произносит. Он скончался, его отнесите в мертвецкую. Тогда в мертвецкую называлось. В мертвецкую. И вот в это время вдруг я слышу – он жив! Я открываю глаза, да, и температура тут же исчезла. Я был выписан на следующий день. Выздоровел. Но что интересно? Он говорит, я пошёл проверить. Говорю этим друзьям. А вот вы вот тут вот сидели, и вот тот и расковаривали. Они говорят, у них глаза на лоб полезли. Ты откуда знаешь? Этой девушке, говорит, та скраснела, как рак. То есть, оказывается, он был на самом деле... Это не какие-то психические процессы у него происходили, которые можно рассматривать как угодно. Это был действительно фактический факт. Это был. Таких фактов очень много. Эти факты все свидетельствуют о том, что душа, как некая субстанция, действительно присутствует в человеке. Что, кажется, она может покидать тело человека. Ну, а если мы дальше обратимся уже к религиозным, так сказать, описаниям, то уже исходя из этого нет ничего удивительного о том, если мы видим, что тело умерло, уже несите мертвецкую, а он с полным сознанием всё понимает, всё видит, всё слышит, то есть душа, оказывается, существует, не умирает, то, по-моему, легко заключить отсюда, что она бессмертна. Вот, что можно, можно. И для этого надо почитать кое-какую литературу всё-таки. Посмотрите, Дьяченко, например, из «Мир таинственного». Какие интересные у него есть книги. У Лодыжинского, например, то же самое, хотя бы «Свет незримый». Эти современную литературу на эту тему тоже много сейчас литературы. И, по-моему, для человека, действительно интересующегося серьёзно, это будет достаточным основанием, чтобы задуматься над этим. Наука в чём состоит? Не в том, чтобы отрицать факты, как противоречащие моим взглядам, а свою теорию изменять в соответствии с фактами. Иначе науки не будет. Объективных данных сейчас достаточно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова